Количество людей, которые эвакуируются из предфронтовых и временно оккупированных территорий Украины, постоянно растет. За последний месяц более 63 тысяч человек выехало из пяти областей. Это Харьковская, Херсонская, Донецкая, Луганская и Запорожская. Только из Донецкой удалось вывезти почти 13 тысяч жителей, из которых более 2 тысяч – это дети. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Ну и обсудим эти и другие темы с Ириной Андреевной-Верещук. Это вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Что ж, давайте тут много вопросов, попытаемся вложиться в ответное нам время. И, конечно же, давайте начнем тогда с эвакуации. Про цифры мы услышали. Как вы оцениваете темпы и в чем основные сложности с эвакуацией? Ведь мы практически каждый день анонсируем, что это необходимость, прежде всего, для того, чтобы сохранить жизни наших людей в прифронтовых зонах. Какие сложности вы видите с эвакуацией на данный момент? Цифры уже немного изменились. По состоянию на сегодня уже 70 тысяч эвакуированных, и из них 20 тысяч – это дети. Мы говорим о сложностях, когда мы не можем открыть гуманитарный коридор. Мы говорим о сложностях, когда оккупант не разрешает выехать по эвакуационным коридорам, которые на сегодня есть. Но, к сожалению, фильтрационные мероприятия. Тяжело стоять сутками на блокпостах, например, в Васильевке. Люди, которые маломобильные или люди с инвалидностью, они опасаются ехать и не покидают своих домов. Стоят, к сожалению, живым щитом, который использует Россия, оккупационные войска в борьбе с нашей армией. Есть ли сложности в нанесении информации? Я просто такой уточняющий вопрос. Коммуникация с этими людьми, она достаточно активна и понятна, для того, чтобы они знали, куда обращаются, каким образом организована эта эвакуация? Россия, как государство-террорист, всячески препятствует, чтобы люди знали, имели доступ к информации и могли эвакуироваться. Но что они хотят, я еще раз повторяю, у них программа Министерства обороны «Живой щит», чтобы люди, особенно дети маломобильные, старшие наши люди, женщины, оставались на местах и служили прикрытием для их армии, для их техники. И, конечно же, они глушат интернет, они не дают доходить информации, они занимаются пропагандой, когда говорят, что вот-вот мы вас освободили и настанет благодетствие. Конечно же, этого не будет. Мы знаем, что зима будет очень тяжелая, не будет воды, не будет света, и мы всячески пытаемся помочь людям, помогая им эвакуироваться. Ирина, такой сложный вопрос. Понимаю, что решение его зависит не только от наших возможностей, но и от помощи наших западных партнеров. Но на сегодняшний день какие перспективы по обеспечению временно перемещенных людей, временно перемещенных особ? Насколько этих финансов, возможностей хватает? И что, в общем-то, входит в этот перечень? Если мы говорим о обязательной эвакуации, то все на себя берет государство. Мы имеем в виду транспортировку, расселение, то есть бесплатно люди будут жить, люди будут получать гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов, в виде наборов гигиены. Конечно же, медицинская помощь. У нас эти все программы работают. И, естественно, это выплаты. Выплаты – это 2 тысячи гривен на взрослого человека, 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью. И, конечно же, международные фонды, организации подключаются, помогают. И за это им большое спасибо. По последней информации, как еще пытается наше правительство облегчить возможность помощи людям, которые сейчас являются заложниками в той ситуации оккупации и после деоккупации. По инициативе президента Украины на правительственном совещании было озвучено о создании координационного штаба по вопросам деоккупированных территорий. И председателям штаба предложено назначить именно вас. Поэтому я хочу спросить уже у вас, какие основные задачи будут у этого координационного штаба, какие сроки для его создания. Ну и далее, немножечко детализированно еще я добавлю вопросов. В субботу, если все будет хорошо, будет проголосовано постановление. Мы создадим такой штаб. Мы не ждем постановления. Естественно, мы уже собираемся. Мы видим, какие населенные пункты деоккупированы. Наш генштаб уже озвучил пункты на Харьковщине. Мы понимаем на Херсонщине, что происходит. Мы на связи с главами ОВА, они тоже входят в этот штаб. Мы понимаем, как нужно проходить разминирование, что нужно делать в первую очередь. Например, если это Высокополе или это Херсонская область, мы знаем, что там нужно делать в первую очередь. Харьковщина чуть-чуть отличается. То есть наша задача – это межведомственная координация. Я буду делать все, чтобы контролировать процесс, чтобы как можно быстрее проходили все возможные операции и шаги власти. Мы говорим сейчас о восстановлении водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения. Все для того, чтобы люди, которые перезимуют, приехали весной уже в деоккупированные населенные пункты и имели возможность там жить. По информации с официального сайта министерства, я вижу, что Вы обратились к лидерам общины, руководителям мест компактного проживания временно перемещенных особ и пообещали помочь в решении неотложных проблем. Об этом сообщает пресс-служба Вашего министерства. Ну и Вы также упоминаете, что огромная ответственность и значительный объем работы по этой связи ложится на общины и руководителей мест этого компактного проживания. То есть на местные власти. Это обращение Ваше в рамках организации этого штаба или это в рамках плановой регулярной миссии, которую обеспечивают именно органы местной власти? Поэтому вот хочется узнать, в чем именно вот дополнительно от того, что по законодательству они должны делать и помогать людям? В чем еще их миссия будет состоять? Мое заявление было обусловлено тем, что много звонков приходит на горячую линию. У нас есть линия ВПО, то есть уполномоченного по правам внутренне перемещенных лиц. У нас есть горячая линия 1548. Я еще раз говорю, звоните, говорите о своих проблемах, мы будем вам помогать. И я вижу, анализируя звонки, анализируя, почему люди жалуются, что не хватает прямой коммуникации. То есть пока информация о том, что сделано или какое постановление или программа работает в центре дойдет до человека, проходит месяц-два. И вот этот лаг часовой, иногда когда люди приезжают, они остаются без копейки, они не имеют возможности ничего себе купить. Мы должны покрывать все, чтобы люди чувствовали, что государство вместе с ними, местная власть вместе с ними. И главы МКП это самые первые лица, которые должны собирать все возможные проблемы от людей, отдавать нам, а мы уже будем решать. Потому что если каждый человек, пока он дозвонится, пока он найдет этого чиновника, а там его отошлют, а там надо стоять в очереди, это неправильно. И я как вице-премьер точно понимаю, что надо делать, чтобы на местах работа была более слажена. Поэтому обращаюсь напрямую и прошу у глав МКП, мест компактного проживания, сделать ту работу, которую они должны сделать и передать нам информацию. А мы уже будем помогать. Если это нужно заменить рукомойник или какие-то другие вещи, купить, например, в общежитии или школу, мы это будем делать вместе с международными организациями. Если это выплаты, это Министерство социальной политики. Одним словом, будем координировать, будем друг другу помогать. То есть я так вот уточню, для людей, которые нас смотрят, возможно, и на тех территориях, теперь просто вот эта ответственность и обязанность ложится как раз на местность. Они будут знать, к кому обращаться, что это зависит от местной власти, со своими потребностями, с первыми необходимостями. И вот уже с мест вам передают в центральный орган управления, и после этого местный бюджет получает какие-то определенные средства и выплаты для этих людей. Да. Скажите, а что и какие моменты нуждаются в финансировании именно из международных грантов, гуманитарных миссий, в каком объеме, к кому вы уже обратились? И, возможно, у вас даже сейчас есть через наши возможности информационные каналы, которые вещаются на большую часть европейского континента, обратиться за помощью конкретным организациям, если это необходимо сейчас? Да, конечно, это очень необходимо, потому что мы понимаем, какова будет волна следующая. Мы рассчитываем на не менее 500 тысяч внутренне перемещенных лиц в октябре-ноябре. Мы уже уведомили об этом и программные проекты ООН, которые действуют у нас, УВКБ, ООН с нами на полной координации. Спасибо всем, кто это делает, Международный комитет Красного Креста. Все организации, в принципе, понимают, что винтеризация, так званая, это те планы, которые мы обговариваем каждый день. Готовимся к зиме. Это, понятно же, дополнительные ресурсы. Но есть другой вопрос. Это, конечно же, бюджеты на следующий год. Нам очень важно, чтобы международные доноры не послабляли интерес, не послабляли инструментов поддержки, а удваивали или утраивали. Путин и его... По сипаке, давайте скажем. Вы правильно, да. И ему по сипаке очень рассчитывают, что мы начнем на гуманитарном фронте пробуксовывать. Они видят, что они ничего не могут сделать с нашей армией. Наши воины делают все, чтобы мы победили на поле боя. А мы должны делать все, чтобы мы победили на гуманитарном фронте. Нам очень важно, чтобы гуманитарная поддержка не становилась меньше. Внимание к войне. Эта война мирового порядка и мирового масштаба должно только увеличиваться. И я обращаюсь к донорам, обращаюсь к тем, кто нас слушает, к правительствам стран. Помогайте нам, пожалуйста. Наша победа, это будет ваша победа. Елена, я хочу просто уточнить. Вот даже для меня не совсем понятно. Мы говорим сейчас о кардинзонном штабе деоккупированных территорий. И в то же время мы говорим о людях, которые являются временно перемещенными. Это две разные категории помощи. Или, в принципе, это одна единая линия каких-то взаимодействий органов. И одна определенная какая-то сумма денег, которая будет распределяться. Я сейчас уточню. Для того, чтобы получать какую-то определенную помощь, необходимо получить статус временно перемещенной особы. То есть есть какая-то определенная процедура. А люди, которые остаются на тех территориях, у них есть какие-то ограничения на получение этой помощи? То есть какая-то категоризация присутствует или нет? Это разные программы. Конечно, если люди эвакуировались и выехали на подконтрольную часть Украины, это одна программа. Есть, конечно же, программы поддержки. И в этом случае это действительно штаб под деоккупацией. И проблемы, которые мы будем решать там, это именно те программы. Например, мы сейчас ищем возможность, чтобы обеспечить во время прохождения зимнего периода, например, Херсонскую область, необходимым количеством дров, угля, пеллет. Все, что будет помогать людям согреться. Буржуи. То есть это то, что мы делаем именно на деоккупированную и на часть оккупированной Херсонской области, Запорожской или Харьковской. Действительно, у нас много задач. Это такая мультизадачная стратегия. Но, тем не менее, правительство справляется, правительство на месте. И мы все вместе с международными нашими организациями делаем стратегию до конца года и на начало следующего. Действительно, тут если вспомнить, до начала активной фазы, то есть полномасштабного вторжения в Украину, у нас было, по сути, две территории, которыми занималось министерство временно оккупированных территорий. Да, Донецкая и Луганская область. Сейчас география расширилась максимально. Вот здесь присутствует Харьковская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Сумская, Житомирская, Киевская, Донецкая, Луганская. Я понимаю, что перестроиться необходимо огромное количество ресурсов, возможностей. С ваших слов я понимаю, что справляется с этим правительством. У министерства нет необходимости для каких-то дополнительных вливаний, для дополнительных человеческих ресурсов, чтобы охватить такую большую территорию. То есть программа сама по себе остается такой же, только расширяется на территории. Вот можете чуть-чуть рассказать про эти сложности? Нет, конечно, есть сложности, есть потребность в дополнительных и человеческих, и ресурсных вливаниях. Сейчас идет полное переформатирование работы нашего министерства. Мы уже внесли необходимые изменения в положение о министерстве, потому что вы правы. Раньше это было 7% территории, теперь это 20%. Я очень надеюсь, что будет как можно меньше, но тем не менее проблемы останутся, тем более зима. Мы это все прекрасно понимаем. Мы теперь, как я иногда шучу, а теперь уже это скоро и не будет шуткой, называем наше министерство, министерство быстрого реагирования. Мы та команда, которая на кросс-ведомственной платформе может быстро среагировать, быстро эвакуировать, быстро помочь, одним словом, сделать то, что не могут другие министерства. Потому что мы министерство, которое именно заточено, если вы позволите такое слово употребить, под ВПО, под оккупированные территории, это наш профиль. Ирина, а скажите, какие вообще, если сейчас сделать акценты, основные гуманитарные проблемы на подконтрольных территориях, потому что принято так в обиходе считать гуманитарные, это отсутствие света, отсутствие воды чистой. Но мы же понимаем, что это гораздо шире проблематика. То же разминирование, то же отсутствие доступной медицины и медицинского обслуживания. Можете охарактеризовать, с какими основными проблемами сейчас сталкиваются люди на подконтрольных территориях Украины? Если мы говорим о подконтрольных, действительно, это разминирование и его темпы. Естественно, что мы не можем быстро, мы самая, к сожалению, заминированная страна. Пока что я очень хочу, чтобы нам помогали международные организации, Хала Траст, другие, и они это делают. Тут действительно большое спасибо нашим международным партнерам. Но есть человеческий ресурс и возможности. Наше министерство МВС говорит о том, что нужно не менее 7 лет, чтобы разминировать территорию Украины, если деоккупация, например, произойдет до конца этого года. Естественно, что мы понимаем все проблемы, но мы делаем так. Мы подходим к вопросу очень фрагментированно. Если это Киевская область, есть план, есть возможности и работают люди. Если это деоккупация, например, Херсонской области, это уже другие команды, другой план, другая разнарядка. И мы понимаем, сколько нужно денег, планируем их и потом реализуем эти проекты. Также мы говорим о восстановлении инфраструктуры. Особенно критически важны. Это газопроводы, это теплотрассы, это водопроводы. Враг делает все, чтобы уничтожить нашу инфраструктуру к зиме. Мы же делаем все, чтобы спасти и помочь людям. Например, в Николаевской области. Вы знаете, что город Николаев без воды. У них нет воды, и это очень большая проблема. Донецкая область практически без газа. То есть, например, Запорожская область, вот вчера, к примеру, город Мелитополь или другие города остаются без света. И мы прекрасно понимаем, к чему нам нужно готовиться. Естественно, не все нам удастся. Мы понимаем, что враг специально это делает, создавая гуманитарную катастрофу и углубляя ее. Но наша армия и наше упорство и единство, на которое мы очень рассчитываем, сделает свое дело. Мы обязательно победим. Это несомненно. Но есть еще вопросы, которые касаются каких-то конкретных вещей. Я так понимаю, что с помощью вашего министерства тоже, возможно, происходит координация всех структур и институций, которые помогают решить эти проблемы. Я нашла интересную сводку от центра Разумкова. Называется «Аналитическая записка за июль 2022 года», где как раз конкретно описаны гуманитарные проблемы Украины на сегодняшний день. Ну вот среди чего я вспоминала уже по проблематику с медицинским сопровождением, с медицинским обеспечением в этих сложных регионах. Также еще есть остановка всех государственных реестров, что фактически останавливает предоставление любых услуг, осуществляемых с помощью этих реестров. Это регистрация бизнеса, недвижимости, авто. То есть все, что касается оформления любых документов, любой документации. Дальше логистические проблемы, которые связаны как раз с поставками продуктов, чистой воды, обеспечения. Этим не занимается министерство. Министерство как раз координирует эти все процессы. И есть ли понимание, вы можете объяснить, как это происходит на данный момент, решение вот этих основных проблем? Да, действительно, министерство не занимается непосредственно, например, бурением скважины под воду в Николаеве. Но министерство координирует этот процесс. Мы, например, едем в Николаевскую область, встречаемся с руководителем, главами общин, руководителем области и другими ведомствами по направлению. Понимаем суть проблемы, зовем наших международных партнеров, смотрим, где мы можем помочь от государства. У нас есть резервный фонд, он небольшой, но он есть, и мы на такие вещи всегда имеем деньги. Тогда ищем возможности софинансирования и понимаем, как мы двигаемся. Но, к сожалению, есть такие участки работы, где невозможно, я еще раз говорю, Донецкая область, почему было принято решение об обязательной эвакуации, потому что комиссия, которая при ОВА в Донецкой области, пришла к выводу и закрепила это формально, то есть письменно, что невозможно будет провести зимние месяцы, отапливая дома, помогая людям, и тем более централи, которые дают тепло, не будут точно работать. Они уже это понимают, видя динамику и обстрелов, и то, как сейчас проводят ремонтные работы. И тогда, конечно же, правительство берет на себя всю ответственность, эвакуирует людей, расселяет, платит за размещение и так далее. Ирина, очень сложный вопрос, но не могу не задать его. Наверняка у вас на это тоже есть ответ. Основные гуманитарные потребности людей на неподконтрольных территориях украинскому правительству сейчас. Насколько есть возможность коммуникации и понимания, чего там не хватает, вообще связь с этими людьми? И есть ли хотя бы какие-то возможности у правительства для того, чтобы элементарные какие-то потребности решать на данный момент? Именно на неподконтрольных территориях? Есть возможности. У нас есть целые волонтерские группы, которые работают при министерстве. Я им очень благодарна. Они каждый день едут туда, на неподконтрольную территорию везут гуманитарные грузы, обратно возвращаются, вывозят людей. Те люди, которые звонят или мне лично, или на горячую линию, мы никого не оставляем без ответа, мы пытаемся вывести, но это не решает проблему в целом. Поэтому я так часто обращаюсь, каждый день практически, когда есть возможность в эфире, и прошу выехать эвакуироваться, потому что понимаю, насколько ситуация будет усугубляться, насколько тяжело будет пройти отопительный сезон. Если говорить о тот временно оккупированных территориях, то там практически ничего нету из нормальной жизнедеятельности. Там не осталось банковской системы как таковой практически. Туда не может доехать Укрпочта, чтобы помочь в кэше отдать людям деньги, пенсии, зарплаты и так далее. Их не пропускают на блокпостах, естественно, они не могут этого сделать. Там очень высокие цены на продукты. Естественно, медицинское обслуживание, его практически нет. Оккупант, еще раз говорю, использует людей только как живой щит. Он рассматривает людей на этих территориях только в качестве живого щита. И мы уже обращались к международному сообществу и обращали внимание именно на это, что оккупант, к примеру, вывел 1 сентября детей в школы оффлайн. И 1422 школы, вы только представьте, какое это количество школ, заработали. И заставляют родителей, чтобы дети вышли, сели за парты, где, к примеру, на первом этаже находятся оккупанты со своим оружием, а на втором этаже дети. И про это говорит Генштаб, про это говорят наши вооруженные силы. Мы все про это говорим. Это именно то, что делает сегодня враг. Использует террористические инструменты для того, чтобы защищать себя телами. Простите за такую жесткость, но это действительно так, наших детей. Поэтому нужно сделать все, чтобы выехать, и не ставать живым щитом для оккупанта, чтобы они защищали нашими детьми, нашими женщинами свою армию и свою технику. Ирина, вопрос, возможно, не к вам, но, может, вы знаете эту информацию по поводу вывоза детей, очень большую сумму, количество, называется, людей и детей, которые вывозятся насильно практически на территорию Российской Федерации. Есть ли какая-то возможность вот какого-то хотя бы учета, чтобы мы понимали, куда их вывозят, и чтобы мы понимали, как потом через какие-то судебные организации юридические мы можем возвращать наших детей обратно? Мы по крупицам собираем эту информацию благодаря нашему ГУР, Главному управлению разведки, нашим СВР, нашим разведданным. Мы понимаем, куда вывозят детей. Мы, в принципе, знаем их фамилии, но это тоже неполная информация. Есть, конечно же, и успешные кейсы, этим тоже занимается министерство. И я лично занимаюсь. Мы вывезли, уже вернули из России 55 детей. Это, как правило, статусные дети. Или те, кто были лишены опеки, или родители погибли, к сожалению, это Мариуполь в большинстве своем. Нам удается находить детей, нам удается найти тех опекунов, которые поедут в Россию. Это обязательное условие, которое выставляет нам враг. Это занимает около 10 дней, но все равно есть люди, которые едут и забирают наших деток на территорию Украины. Но этот вопрос очень болезненный. И, к сожалению, тут надо признать, международное сообщество бессильно что-либо предпринять. Вчера в ООН, вы, наверное, слышали, были доклады США, Албания. Спасибо, они созвали. Они говорят о фильтрационных лагерях, о депортации, о нарушении, о военных преступлениях. Все это обговаривается. Но нужны четкие сигналы для России. Четко она должна понимать, что не выйдет безнаказанно потом что-то объяснить. Все они принимали участие. Есть фамилии тех, кто в фильтрационных лагерях насильственно забирает от наших родителей, например, детей или другие преступления. То есть давайте мы будем говорить серьезно. Говорить, плакать, сидеть, рассказывать, что мы жертвы. Уже это время прошло. Мы должны серьезно ставить вопрос перед международным сообществом. Что они готовы сделать, понимая, какая большая масштабная трагедия и катастрофа на их глазах развернулась. Они все видят, они все знают. В Кремле координируют эти процессы. Они точно знают, сколько фильтрационных лагерей, зачем они это делают, какова депортация. Они насильственно изменяют идентичность наших людей. Об этом знают все. Теперь осталось дело за малым. Какое наказание понесет Россия? Когда она будет признана государством-террористом? Вот и все. И все, что с этим связано. Да, будем ждать. Ну, раз вы вспомнили про ООН, я вот тут читаю цифры. По информации агентства на структуру ООН был разработан план гуманитарного реагирования. Если в 2021 году туда забивалась сумма в 1,8 миллиона для пострадавших лиц, то в плане на 2022 год уже предусмотрено 190 миллионов долларов. Это на обеспечение социальной помощи, услугам в сфере санитарии, жильем. Насколько этой суммы достаточно? Насколько действительно понимают наши потребности такие организации серьезные, как ООН? И вот ваша оценка. Действительно ли этих денег достаточно? Нет, этих денег недостаточно, но мне известно, что ООН уже вытратили намного больше денег, и это исчисляется где-то 1,5 миллиарда долларов. А мы просим, потому что нам надо больше. Я всегда им говорю, что это даже не просьба. Вы же прекрасно понимаете, зачем создавались ООН и разные организации, которые при ООН. Ну, условно. ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Международная организация с миграцией, Фуд Программ. То есть есть много организаций, которые за деньги доноров помогают. В таких случаях нам, Украина, это большой пример. После Второй мировой войны не было такой войны, ужасающей по своей трагичности и масштабности. И они это признают. Но, к сожалению, даже этих 1,5 миллиарда недостаточно. Я знаю, что сейчас рассматриваются предложения, чтобы увеличить, по крайней мере, до 2,5 миллиардов на следующий год. И этого будет недостаточно. Вы же видите, каковы разрушения. Вот только одна цифра. 140 тысяч жилых домов разрушено. 140 тысяч только жилых домов, не говоря уже о инфраструктуре. В финале нашего разговора я просто скажу, как есть. Возможно, учитывая там сжатость возможности нам поговорить. Может быть, я не успела что-то очень серьезное и важное осветить. Возможно, если у вас есть такая информация в рамках информационной повестки, пожалуйста. Пользуясь случаями, я бы хотела еще раз обратиться к нашим международным партнерам и тем, кто решает, сколько денег, каким образом, в какой период передать Украине на поддержку. Вы должны понимать, что это наша с вами война. Мы воюем и, к сожалению, умираем у себя на земле за принципы, за ценности, платим кровью и платим жизнями нашего гражданского населения. Вы готовитесь к холодной войне, к холодной зиме, и это тоже будет часть вашей войны. Давайте объединим наши усилия, не будем останавливать динамику. Будем говорить о том, что только нарастить, только нарастим, как это делает Листрас, так, новоизбранная, премьер-министр Великобритании, которая говорит, что на каждую российскую ракету мы дадим две Украине, чтобы она ответила. Вот это должен быть правильный подход, и только это спасет нас всех от широкомасштабнейшей войны на всех континентах и на земле, на суше и на воде, когда мы говорим о нашей планете. Давайте вместе объединимся и поставим те условия, которые должны ставить демократия и противопоставляя себя тирании. Мы должны быть вооружены во всех смыслах, гуманитарных и милитарных, более сильно, чем тирания, чем автократии, и такие, как Путин с Ким Чен Ином.